Wi-Fi камера с обзором в 180 градусов. Привет, с вами Ёж, вы на канале Aligid и хорошего вам настроения. Спешу поделиться с вами новинкой от проверенного уже годами завода G-Crossman. Выпустили вот такую камеру с двумя объективами. Открывая коробку, нас сразу же встречает инструкция. Камера новая, так что инструкция пока что на английском языке, при этом схематично логичная и понятная. Из комплектующих гермомуфта для защиты разъемов от влаги, так как камера полностью уличная. Малогабаритный уличный блок питания с евровилкой, 12 вольт, 2 ампера. Блок, который можно в принципе поместить даже в большие коробочки. Ну и дюбеля с саморезами для крепления кронштейна камеры. Также для удобства крепления есть шаблон-наклейка для сверления отверстий. Ну и гарантийный талон, пока в таком виде, потом скорее всего станет книжкой, как у многих камер G-Crossman. Ну и сама камера выглядит, конечно, как какой-то космический аппарат. Весь корпус выполнен из АБС. На носу с гордостью у него логотип G-Crossman. Он подключаться к интернету может по беспроводному варианту, то есть через Wi-Fi. Ну и кроме того, на хвосте камеры два разъема, один из которых RJ-45 LAN. И более того, друзья, это редкий случай, когда Wi-Fi камера может не только подключаться к интернету по проводу, но и питаться от того же самого кабеля через PoE-коммутатор, PoE-видеорегистратор, потому что камера поддерживает технологию PoE. То есть и питание, и интернет она может получать по одному и тому же кабелю. Часто спрашивают люди про Wi-Fi камеры, которые можно питать от PoE. Здесь возможность есть. Ну или запитать камеру обычного 12-вольтового блока питания, а к интернету ее подключить через Wi-Fi, как я и сделаю. Кстати, один из самых удобных кронштейнов, особенно когда вы работаете на высоте, и какую-то отвертку в руках или ключик-шестигранник держать очень неудобно. Здесь чуть расслабили винт, шарниром направили камеру как надо и затянули его обратно. И все. Держится хорошо, а главное удобно. Здесь целых две 4-мегапиксельных камеры с объективом 3,6 мм, каждый из которых дает угол обзора практически в 90 градусов, и так как они разведены в сторону, умеют отлично электронно склеивать стык. И по факту мы получаем с вами изображение в 180 градусов угла обзора. Это действительно удобно, потому что одной камерой вы, по сути, закрываете сразу площадь, где ставятся обычно две камеры. При этом в онлайне изображение можно детально рассматривать, выбрав именно тот участок, который вам интересен. И что очень удивило, то что никаких склеек между объективом вообще не видно, как, к примеру, у прошлой подобной камеры, где также были разнесены объективы. И вы только посмотрите, какой огромный угол обзора, да еще и с сохранением хорошей детализации, так как объективы здесь 3,6 мм. То есть весьма хорошая плотность пикселей. Да, по вертикали, конечно, не такой огромный угол обзора, при этом по горизонтали вообще шикарно. Ну а птиц смотреть смысл. Кстати, с частотой 25 кадров в секунду. У камеры есть встроенный светосенсор, который автоматически переключает ее в ночной режим черно-белой съемки, а помогает ей в этом ИК светодиода, комбинированное нового поколения, которые могут быть и ИК, и фонарями. То есть при полной темноте могут включать фонари и обеспечивать цветным изображением. Про ночную съемку не могу сказать, что я в восторге, не сказать, что она самая лучшая или самая худшая. В принципе, распознать человека можно, однако при движении немножко битред не справляется. Чуть-чуть пиксели при движении рассыпаются. Однако, в целом, изображение нормально, зато можно понять, в какой цвет была одежда злоумышленников, в какого цвета машина и так далее. У камеры есть также встроенный микрофон и динамик, обеспечивающий двухсторонней связью. В общем, для двухсторонней связи микрофон и динамик вполне годные даже для улиц, это круто. Кроме того, камере не нужен IP-вить регистратор с жестким диском, не нужно на все это тратиться, потому что у нее есть слот под microSD-карту памяти объема до 128 гигабайт, и вы абсолютно даром, удаленно находясь в любой точке мира, можете просматривать архив хоть за неделю, за две, все, что у вас там на объекте происходило. А также, как практически у всех камер, производитель прошивки предлагает свое облачное хранилище, можете ознакомиться с тарифами, если хотите арендовать место на чем-то жестком удаленном диске, то пожалуйста. Друзья, с подключением данной камеры справится любая, даже без опыта видеонаблюдения. Я запитаю камеру от блока питания 12 вольт 2 ампера с длинным шнуром, потому что мне так удобно, можно через поя. Ну и пока камера загружается, любым удобным приложением сканируем код, ну или пишем вручную. Ну а если отсканировать, в зависимости от того, какая у вас операционная система, вас отправят Play Market или App Store, в моем случае это Play Market. Приложение называется ICC, вообще это прошивка Xmay, камеру можно подключать и к ICC Pro, Xmay, Xmay Pro, но на компьютере это CMS либо WMS. Чтобы добавить камеру, в правом верхнем углу нажимаете на плюсик, затем выбираете пункт Wi-Fi камеры в частоте 24 Гц, в которой работает 95% нынешних роутеров, после чего приложение найдет ваш роутер и необходимо будет ввести пароль от него. Важно, чтобы ваш смартфон в момент подключения был подключен к тому же самому роутеру к интернету по Wi-Fi, к какому вы собираетесь подключить данную камеру, после чего подтверждаем, и появляется инструкция, что следующим шагом появится квадратный код, который необходимо дать отсканировать камере. Камера сразу отсканировала, получив доступ к вашему Wi-Fi, после чего предлагает придумать пароль или написать его дважды. Ну и последним этапом дать название вашей камере, либо воспользоваться предоставленными шаблонами. И после всего этого будут первоначальные настройки, которые можно потом все равно поменять. Ну и сразу можно поставить режим записи, то есть постоянную запись, либо только по обнаружению движения, цикличная и тому подобное. Также по умолчанию стоит настройка, пуш-уведомление по обнаружению движения, которое можно выключить. Ну зачем? И все, друзья, поздравляю, в списке камер появилась ваша камера, которую вы можете удаленно, находясь в любой точке мира, просматривать, где бы вы ни находились. Есть некий цифровой зум, который можно подкручивать вручную, в принципе, достаточно хорошая детализация, и можно на расстоянии в двух метрах даже прочитать такой вот не сильно крупный шрифт. Друзья, не вижу смысла затягивать видео и подробно рассказывать о каждом пункте данного приложения, о котором уже много раз рассказывал в других предыдущих видео. Большой и удобный функционал, можно настроить всевозможные разные графики записи, графики обнаружения движения, оповещения по этим обнаружениям, выставить зоны обнаружения движения, пересечения линий. Важно отметить момент, что камера поддерживает аналитику обнаружения движения только человека, что сводит ложные сработки к минимуму. То есть камера будет реагировать только на силуэт человека, не обращая внимания на домашних животных, пролетающих птиц, собак, мусорных пакетов, насекомых и так далее. И хотя это не поворотная камера, при этом в цифровом аналитическом варианте она может следить за движущимся объектом и держать его в поле зрения в фокусе. То есть при просмотре онлайн картинка вот так вот акцентирует внимание зумом. Не совсем кинематографично, при этом акценты расставляются и сразу видно, где происходит на участке обнаружения движения. Понятное дело, что чувствительность можно настроить непосредственно на объекте. Вот как пример, пес пробежал, камера не выделила его в рамку, не реагирует на него и не присылает на него пуш-уведомления по обнаружению движения, реагирует только на силуэт человека. Ну и создавая, конечно, при просмотре онлайн некоторое впечатление оптического зума, который приближается и отслеживает движущийся объект, причем на достаточно дальних расстояниях, где-то до 25 метров он сопровождает. К вашей камере вы можете поделиться доступом со своими домочадцами, коллегами и раздать им определенные права. Кстати, такое далеко не у всех в приложении есть, где можно только просмотр или управление или, к примеру, просмотр архива, менять пароли, здесь все есть. Камера поддерживает протокол OnViv, ее можно подключать к IP-видеорегистраторам, желательно в прошивке Xmay. В общем, в целом, у G-Cross получилась интересная камера, к которой можно добавить свою систему видеонаблюдения либо пользоваться автономно. Камера, заменяющая две, направленные в разные стороны. И как раз-таки вот в этом плане рекомендую данную камеру. Если вам нужно охватить большую территорию, затратив при этом не сильно большой бюджет, то это вполне годный вариант. Ссылочку на нее вы можете найти в описании под этим видео. Именно поэтому переходите, заказывайте, товары проверены, продаются уже годами. Проверен, надежен, смело рекомендую. Поделился с вами опытом, надеюсь, видео было полезно. Если так, то ваша подписка на мой канал, если не подписанный, палец вверх и приятный комментарий замотивирует меня еще больше продолжать стараться для вас. Вам пустяка, мне сильно поможет. Всем любви, добра, осознанности и лада в сердце. С вами был Ёж, пока. Субтитры сделал DimaTorzok